так сегодня очередное видео кофе по вторникам но поскольку который обычно снимаю из машины но постольку поскольку у меня очень большие проблемы со звуком когда я записываю видео из машины и загружаю его на youtube то я решила с этим пока подождать буду записывать эти видео из дома и кофе мы будем пить тоже дома так сейчас подождите мы сейчас что-нибудь выберем давайте готов поехали я должна сказать что прошлое видео имела удивительный резонанс неожиданный резонанс я даже не думаю что эта тема настолько интересна моим зрителям от меня много людей отписалась от меня я получила такое количество дизлайков которые не получала за всю историю моего канала но при этом на меня очень много людей подписалась и я так понимаю что эта тема довольно интересна потому что было много просмотров если вам эта тема неинтересна и вы любите смотреть мои переодевалки мои похвостушки моими побрякушками в общем то пропускайте это мимо и ждите моего следующего видео которое будет уже совсем скоро и оно будет очень очень интересно итак промена почему я снова возвращаюсь к этой теме потому что мне попалась на глаза очень интересное видео одной очень интересной девушки, блогера, рассказывает свое мнение о событиях, новостях шоу-бизнеса, всяких селебрити, известных людей. А то, что Меган и Гайя уже давно из королевской четы превратились в чету селебритис, это как бы вообще, конечно, не вызывает ни малейшего сомнения, мы все это прекрасно понимаем и знаем. Так вот, ее версия заключается в том, что вкратце, Меган на месяц президента в Соединенных Штатах, причем все это было запланировано, все это было продумано, потому что Меган и Гарри познакомила Мишель Обама, о чем я, кстати, не уверена, я точно не знаю, честно говоря, кто их познакомил, но, возможно, я не проверяла эти факты. Так вот, все это было подстроено, Мишель Обама познакомила Меган с Гарри, чтобы, как бы, во-первых, для того, чтобы разрушить, в кавычках, королевскую, королевскую, как бы, династию, чтобы нанести им ущерб. Я, вроде, не очень знаю, зачем Мишель Обама и бывшему президенту Бараку Обаму нужно, и вообще, какое им дело до королевской семьи, и чем они им мешают. Ну, вот, тем не менее, такая у нее версия, и, кстати, не только от нее, от многих эту версию слышала, и вторая причина, что, как бы, Меган на волне вот этой же нитьбы с Гарри, потом она вырвется на волю, она станет свободным человеком, она приобретает популярность среди женщин, плюс она девушка межрасовой расы, как-то, можно так сказать, biracial, это называется по-английски, а по-русски смешанной расы дама, и все это очень сейчас популярно, все это в Америке очень, на этом можно сделать карьеру, конечно, безусловно, как политическую, и вообще любую карьеру можно сделать на этом в Америке. И вот все это было задумано, запланировано, это такая акция, которая была специально произведена, и вот теперь, значит, вот это все воплощается в жизнь. В этом участвует опра, она способствует продвижению Меган, так сказать, в политику и вообще в социальную жизнь Соединенных Штатов. Ну, в общем, вот такая вот версия. И видео этой девушки было посвящено, этого блогера, было посвящено теме о том, что Меган будет баллотироваться в президенты Соединенных Штатов в 2024 году, и что у нее есть большие шансы выиграть, потому что вот сейчас, как бы ее двигают наверх и популяризируют, так скажем. Я вам хочу сказать, что я, послушавшая это видео, заинтересовалась этим моментом, стала так думать, представлять себе все это. Я сразу скажу, что я... Может быть, существуют такие планы о том, что Меган метит президента Соединенных Штатов в 2024 году и будет баллотироваться. Я не думаю, что это произойдет. И даже если это произойдет, я не думаю, что ее выберут. Сейчас я вам объясню, почему. Во-первых, я живу в Канаде, и в Штатах живет моя сестра, ее дети, то есть мои племянники, и вообще у меня очень много знакомых Соединенных Штатов, очень много друзей, и я с ними произвела такой опрос, как бы, блиц-опрос, поговоривши с моими знакомыми. Причем это были люди разных возрастов, разных специальностей, профессий, интеллектуального уровня, образовательного уровня и разных политических взглядов. Это были люди, которые дважды голосовали за Трампа и сказали, что они проголосуют за него в 2024 году снова, если он будет баллотироваться. И это были люди, которые при победе Байдена праздновали это как свое личное какое-то радостное семейное событие, торжество, вот прям праздновали победу Байдена и то, что Трамп не пришел в власть, то есть люди крайне правых взглядов, консервативных, также люди крайне либеральных взглядов. С ними со всеми я разговаривала и спрашивала их, что вы думаете о том, что если Меган будет баллотироваться в 2024 году, будете ли вы за него голосовать, а вообще, что вы думаете об этой ситуации. И реакция у всех была примерно как у приверженцев либерального лагеря, также у приверженцев консервативного лагеря, то есть сторонники Трампа и сторонники Байдена. Практически у всех была реакция что-то вроде как Меган Ху, что по-английски означает Меган кто? Кто такая Меган? Или фраза, которая «are you kidding me?» То есть люди, которые знают Меган, многие вообще как бы плохо представляли, кто она такая и вообще какие-то мега президент. А люди, которые знали, и они мне говорят «are you kidding me?» Это что значит? Ты шутишь, ты прикалываешься? То есть у людей даже очень-очень прогрессивных левых и либеральных взглядов. Идея о том, что Меган может баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов и вообще выиграть вызывала, ну просто это что, шутка? Это вообще как это может быть? Ну и поскольку все-таки до сих пор в Соединенных Штатах судьбу президента решают избиратели, как я надеюсь они то, о чем говорят многие сейчас, и в общем много ходило слухов и инсинуаций на эту тему, но тем не менее я все-таки считаю, что демократия в Соединенных Штатах существует, и судьбу президента Соединенных Штатов все-таки решают избиратели. Так вот эти вот избиратели, люди, с которыми я разговаривала, они, ни один из них не воспринял эту идею вообще всерьез, и, то есть, как-то так, что это может вообще быть какая-то, ну как бы, это не Голливуд, это не шоу-бизнес, а это настоящая жизнь, и это совершенно невозможно, это не может произойти в реальности. Я сейчас вам объясню мою точку зрения на это, и почему я считаю, что это не произойдет, даже без того, что я разговаривала с людьми, которые, да, голосуют, да, гражданами Соединенных Штатов, и, да, голосуют на выборах, вы понимаете, я считаю, что ту позицию, которую заняла Меган в качестве вот то, что она сейчас проецирует свою, как бы, свою позицию и свое положение и себя как персону, Меган сейчас выступает в роли жертвы, жертвы дворца, жертвы королевы, ее сына, ее brother-in-law, то есть, брата ее мужа Герри, будущего короля Уильяма, они все над ней издевались, они ее гнобили, в общем, не помогали, не спрашивали, как она себя чувствует и все вот это вот, то есть, Меган сейчас проецирует себя, свою персону как жертву, да, жертву, которая расправила крылья, вырвалась на волю и, как бы, вот теперь живет своей собственной жизнью, но, тем не менее, Меган очень у многих людей ассоциируется с образом жертвы, началось это в ее интервью из Африки, где она закусивши губу и с глазами на мокром месте рассказывала, что плохо живет в дворце, и вот это вот интервью последнее опры, которое у людей, как бы, вот знаете, возник такой образ, бедная беременная женщина с практически плачущей, с глазами на мокром месте рассказывает о том, как тяжело ей пришлось, тяжело ей было вырваться на свободу, да, она это сделала, но весь, все интервью сидит женщина, красивая, молодая, беременная женщина с глазами на мокром месте и рассказывает о том, какой жертвой она была во дворце. Я вам хочу сказать одну вещь, проживши очень много лет в Канаде и зная вообще североамериканские привычки и пристрастия людей, потому что, в принципе, Канада очень похожа на Америку. Я вам совершенно сто процентов заверяю вас, что жертва в Соединенных Штатах не может стать президентом. Человек в образе жертвы не может стать президентом в Соединенных Штатах. Американцы, видите, так устроены. Они могут жертву пожалеть, они могут ее, как бы, посочувствовать и высказать ей свое сопереживание и сочувствие. Но для американцев, как и для канадцев, человек на должности президента, это должен быть борец, это должен быть сильный человек, сильной воли, человек, который может отвечать за себя, за свое государство, за свои поступки. Это некоторым образом человек, доказавший, что он, ну, вот знаете, вот крутой чувак, вот, грубо говоря, крутой чувак, который всех смелит в порошок для того, чтобы добиться своего, сделать хорошо себе и своей стране. То есть это человек сильной воли, это человек смелый, это человек, стремящийся к какому-то успеху, то есть волевой, сильный человек. В глазах американцев жертва, неважно, это женщина или мужчина, не может быть президентом Соединенных Штатов, потому что для них это нонсенс. Президент Соединенных Штатов должен быть ответственный, сильный, храбрый человек, который всю жизнь добивался того, чего он хочет и никогда не был жертвой ни в чьих руках. Ну, вот так вот устроены американцы и так устроены канадцы. Я вам больше того скажу, здесь настолько распространено, ну, как бы приукрашивать свои успехи и не стесняться, а выставлять свое, свои достижения и свои успехи в самом наилучшем свете, где-то немножечко приврать и где-то немножечко как бы слукавить. Но даже начиная от того, что вот когда вы идете устраиваться на работу, во-первых, это мы когда приехали в Канаду, я была потрясена. Вот в резюме вы должны писать. Ну, вот я инженер, например, да, инженер-механик. И в резюме, вот образно говоря, вы должны были писать, что я такая-то, такая-то, я самый лучший инженер, я знаю все лучше всех, и я самым буду лучшим работником вашей компании. Я когда первый раз это увидела, я так немножко, знаете, ну, тем более в нашей русской традиции очень не принято себя расхваливать, очень не принято себя, ну, как бы, знаете, вот выставлять в роли «я лучше всех», там, я, ну, знаю все лучше всех, это как-то не принято, это стыдно, это неудобно, здесь нет. Здесь вы должны вот вести себя так, что вы победитель, вы покоритель мира, вы, вам все доступно, вы лучше всех, вы самый лучший кандидат на позицию инженера, уборщика, продавца магазина, это совершенно не важно, на какую позицию вы оплаиваетесь на работу, если вы оплаиваетесь на уборщик, вы должны писать «я самый лучший уборщик в мире», понимаете, вот так. Человек, который претендует на позицию президента Соединенных Штатов, а на самом деле, это как, быть президентом это тоже работа, то есть человек оплавится на позицию президента Соединенных Штатов, это будет его работа на ближайшие четыре года. В своем, так сказать, резюме, резюме президента является вся его жизнь, все его заслуги, все его успехи, все, что он сделал за всю свою жизнь, и чего он добился за всю свою жизнь, в своем, так сказать, резюме, портфолио он должен написать или, так сказать, транслировать всему народу Соединенных Штатов, что он самый успешный, что он самый умный и самый лучший в своей работе, и поскольку он лучше всех, и он самый успешный, и он добился такого успеха, то он перейдет к успеху свой народ и свою страну. Еще раз, человек жертва, стать президентом в Соединенных Штатах, это не важно, это мужчина или женщина, еще раз повторюсь, и опять же, не важно, какого он цвета этот человек, если вы вспомните всех президентов Соединенных Штатов вот за последнее время, никто из них не был в роли жертвы, никто из них не выставлял себя в роли обиженного человека, которому пришлось бороться за свою свободу, потому что его обижали, понимаете, человек, который хочет быть президентом Соединенных Штатов, мы не могли его обижать априори, потому что человек, это человек, который всех побеждал с самого детства и был чемпионом и победителем всего с самого детства. Вот такая вот в Штатах ментальность, и так они относятся к человеку, которого они выбирают, свои президенты. Этот человек должен быть победитель, этот человек должен быть лучше всех, и он должен быть всегда на волне и всегда на коне. То есть вся его жизнь является доказательством того, что он всю жизнь был на коне, и всю жизнь был самый первый, и всю жизнь был лучше всех. И всю жизнь он кого-то обижал, они его обижали, потому что человек, которого обижали, для американцев он не является, еще раз повторюсь, они могут его пожалеть и посочувствовать, но он не является человеком, который может возглавить их страну. Это совершенно точно. Я, по-моему, уже это сказала 150 раз вокруг того, около одно и то же. Я просто пытаюсь донести до вас, что с моей точки зрения, надеяться на то, что Меган сможет победить на выборах, тем более в 2024 году, то есть у нее осталось три года, чтобы доказать всем, что она из жертвы превратилась в победителя. Понимаете, это очень мало. И американцы никогда не забудут эти слезы в ее глазах, закусанную губу и взгляд за травленной жертвы и несчастного человека, который она очень сильно проецировала, живя в дворце и продолжает проецировать сейчас. Для них Меган всегда останется вот таким вот человеком, вот со слезами в глазах, такой замученной женщины, которая вырвалась на волю. Это достойно уважения, но этот человек недостоин титула президента Соединенных Штатов в глазах американцев. Поэтому я считаю, что даже если Меган собирается идти в политику и да, через какое-то время собирается баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов, несмотря на все ее достоинства, что она женщина, что она женщина межрасовой, так сказать, цвета, межрасовой расы, еще раз, тавтология масла масляная, это даже все равно, по-моему, не спасет или не поможет. Возможно, не в 24-м, возможно, лет через 20, когда она в течение 20 лет будет доказывать всей Америке, что она является победителем, что она лучше всех. И она на самом деле не жертва, а на самом деле она победительница. Вот если она лет через 20, может быть, докажет то, что она победитель и, может быть, забудут ее слезы в глазах и взгляд затравленной жертвы на интервью, возможно, у нее есть шанс баллотироваться и даже, возможно, у нее шанс выиграть президентские гонки. Но, опять же, я повторюсь, это произойдет не сейчас, это произойдет очень нескоро и, возможно, не произойдет вообще, потому что американцы, так сказать, помнят довольно долгую память. И да, в Америке очень популярна история Золушки, очень популярна. Это как бы вот американский такой тренд, знаете, что любой человек может, неважно в какой ситуации он находится, что она может быть сегодня уборщицей, а завтра вдруг она станет Золушкой, станет там, я не знаю, менеджером какой-нибудь компании. Очень популярен был в Америке, кстати, фильм «Москва слезам не верит». Если вы помните, в свое время он даже получил Оскар, в то время русские фильмы, по-моему, до сих пор не получали Оскара никогда или, может быть, очень это было редко. Фильм «Москва слезам не верит» получил Оскар в Америке в свое время именно потому, что это была история Золушки, которая в Америке очень популярна. То есть женщина, которая, так сказать, из грязи, из ничего, из нищеты поднялась и стала вот директором завода, стала успешной, состоятельной. То есть в Америке очень-очень популярна история успеха любого человека, если он был никем, и тут вдруг он стал кем-то, кем он стал, он стал успешным, он стал богатым. Да, но Золушка никогда не станет президентом Соединенных Штатов. Золушка останется Золушкой, она может выйти замуж за богатого принца, это будет ее история Золушки, что она была там бедной нищей мигранткой, вот встретила богатого мужчину и вышла за него замуж и стала прекрасно хорошо жить, она может быть, ну, в общем, кем угодно. Опять же, в Америке очень популярны эти истории, где бедная, несчастная, замученная там женщина, как правило, друг, и даже не обязательно она бедная, несчастная, она может быть, в принципе, довольно состоятельная, но она вот такая домашняя хозяйка, всю жизнь стоит у плиты, растет детей, там кормит мужа из ложечки, и тут вдруг муж ее бросает, она остается без существования, со своими детьми, и вот вдруг благодаря своей силе, духа и там каким-то талантам, которые она всегда в себе закапывала, потому что она всегда была мать и жена, она поднимается и становится, например, успешным дизайнером одежды или успешной хозяйкой магазина, которая продает бижутерию, или, в общем, таких фильмов миллион в Голливуде, миллион таких фильмов в Америке, и это очень популярная тема, но эта тема, еще раз повторюсь, Золушки, когда жертва, несчастная, обиженная девушка стала богатой, стала популярной, возможно, актрисой, стала успешной, успешным бизнесменом, например, но никогда в жизни Золушка не может стать президентом Соединенных Штатов. Это совсем другая история, и это совсем другое, другое, как бы, другое измерение. Вот о чем я хотела с вами сегодня поговорить, я надеюсь, что вам было интересно, я надеюсь, что вам было не скучно, я надеюсь, что вам еще не надоело полтавня моя, как только я разберусь со звуком, почему при записи видео, когда я еду в машине, я потом прослушиваю это видео, и оно очень хорошо звучит, звук совершенно нормальный, но когда я его, как бы, оплог на YouTube, выливаю, сливаю, не знаю, как назвать, на YouTube, звук портится и становится невозможным. Я не знаю, в чем проблема, я обязательно должна в этом разобраться, но пока что я не буду записывать видео из машины, потому что я понимаю, что это мука слушать вот такой вот звук, это очень приятно, и я надеюсь, что огромное количество дизлайков, которые я получила за мое предыдущее видео про Меган, именно было из-за звука, но, возможно, именно из-за того, что я высказала свою точку зрения, которая не совпадает с точки зрения очень многих людей. Так вот, пока что я буду записывать из дома, хотя я очень люблю записывать из машины, потому что есть в этом какой-то движ, какая-то динамика, мне кажется, это интереснее. Ну вот, придется записывать из дома на фоне вот холодильника, на фоне вот кухни, шкафчиков, каунтертопа моего и так далее, потому что вот с машиной пока все не разобралось, и что происходит. Все, люблю, целую, надеюсь, что вам было интересно и приятно меня послушать. Увидимся в следующем видео совсем скоро. Пока-пока, люблю, целую, ваша Дита. Продолжение следует... Продолжение следует...